Благотворительный фонд «Живи сейчас» при поддержке компании «Фрезениус Каби» представляет образовательное видео «Черезкожная эндоскопическая гастростомия для пациентов с БАС». Черезкожная эндоскопическая гастростомия – это установка специальной системы для питания в желудок через переднюю брюшную стенку под контролем эндоскопа. Формирование гастростомы – это наиболее распространённый метод ведения пациентов, лишённых возможности перорального питания на протяжении длительного срока. Пациенты легче переносят гастростому, чем длительно функционирующий нозогастральный зонд, который необходимо постоянно промывать, часто переустанавливать и который доставляет физический и психологический дискомфорт. Гастростомия – взгляд невролога. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о чрезкожной эндоскопической гастростомии, в первую очередь при боковом и атрофическом скрозе, но и при других неврологических заболеваниях в том числе. Гастростомия нужна в тех случаях, когда пациент не может сам проглотить пищу, жидкость, лекарства, и если эта проблема обусловлена заболеванием или состоянием, которое длится, ну, как считается, дольше месяца, то есть имеется серьёзная и стойкая проблема, которая не позволяет человеку проглотить пищу, жидкость или лекарства. Итак, вот список основных заболеваний, которые актуальны в отношении установки гастростома. Это инсульт с нарушением функции глотания, это черепно-мозговая травма, это онкологические заболевания головы, шеи, пищевода, и это нейродегенеративные заболевания, среди которых боковой амитрофический скроз. И обратите внимание, что деменция, стоит знак вопроса, который говорит о том, что при деменции есть сомнения в отношении того, увеличивает ли гастростомия продолжительность жизни, улучшает ли качество жизни, и в случае наличия деменции решение об установке гастростома всегда принимается совместно с пациентом, его родственниками, с семьёй, с докторами, для того, чтобы понять, какие цели мы преследуем при установке гастростома. Итак, перейдём к этим целям, которые мы можем поставить в случае любого вмешательства, в том числе в случае гастростомии. Ну, первая цель довольно очевидная, мы хотим продлить жизнь пациенту, обеспечив доступ, как я уже говорил, пищи, воды и лекарств, замедлить течение заболевания и улучшить качество жизни пациентов. И я приведу данные, ну, таких основных, основополагающих исследований в области неврологии, которые говорят о том, что установка гастростома в остром периоде инсульта продлевает жизнь пациентов. Это касается продления жизни именно в остром периоде, в первый месяц течения заболевания. То есть это актуальные показания для установки гастростома, инсульт с нарушением функции глотания, острый период. И противоположность деменции, о которой мы уже говорили, когда установка зонда или стомы не улучшает прогноз у пациентов с этим заболеванием. И всегда в этом случае данная операция является предметом совместного обсуждения врача и семьи. Теперь перейдем к этим целям, их достижимости, их реалистичности в случае с боковым метрофическим склерозом. Что мы знаем о том, продлевает ли установка гастростома в жизни этим пациентам? Есть достаточно приличное количество исследований, около 10, и результаты этих исследований довольно противоречивы. Часть из них указывает на то, что гастростомия продлевает жизнь, часть указывает на то, что нет. Но в любом случае, в настоящее время при общении с пациентом и его родственниками, продление жизни скорее не может быть аргументом в отношении установки или неустановки гастростома. Вторая цель, которую мы можем преследовать, это замедление течения заболевания. И здесь можно сказать, что установка чрезкожно-эндоскопической гастростомы не замедляет нарастание неврологического дефицита, но тем не менее стабилизирует массу тела и, вероятно, снижает риск инфекционных осложнений, связанных в первую очередь с аспирацией, которая случается в связи с нарушением функции защиты верхних дыхательных путей и аспирации пищи и слюны. Что касается качества жизни, то есть довольно убедительные данные, которые показывают, что установка гастростомии у пациентов с нарушенным глотанием при боковом атрофическом склерозе, ну, во-первых, не ухудшает качество жизни, это точно, а в большинстве случаев улучшает. Достигается это за счет стабилизации массы тела, за счет уменьшения времени потребления пищи, то есть у родственников, у самого пациента уходит значительно меньше времени на то, чтобы принимать пищу. Для них это критично, поскольку у пациентов с нарушенным глотанием, у некоторых из них при боковом атрофическом склерозе на определенном этапе заболевания каждый прием пищи может растягиваться на час-два, и вообще весь день может превратиться в такое постепенное принятие пищи в связи с тем, что ее проглатывание существенно затруднено. И, безусловно, в этот процесс становятся увлечены не только сами пациенты, но и их близкие и ухаживающие. Поэтому установка гастростомии улучшает качество жизни не только самого пациента, что важно понимать, но и его семьи. И это хороший аргумент при общении с пациентом и с его семьей, поскольку пациенты с боковым атрофическим склерозом часто у них есть страх того, что они являются обузой для своей семьи, то, что они доставляют определенные неудобства. Поэтому аргумент, что принятие пищи станет более быстрым, простым, и для них, что важно, и для их близких и ухаживающих. И это уменьшает тревогу, связанную с приемом пищи, поскольку аспирация, то есть попадание пищи в дыхательные пути – это крайне неприятный момент во время глотания. И люди в какой-то момент, у которых нарушено глотание, просто боятся есть, у них большая тревога перед приемом пищи, боятся перхнуться, задохнуться, закашляться. Поэтому если эти риски мы устраняем, то, соответственно, уменьшается тревога, связанная с приемом пищи. Это важные аргументы. И вот на нашей популяции больных их уже достаточно много. Каждый год мы устанавливаем приблизительно 60 гастростом в нашем отделении. Вот у 80% людей стабилизируется масса тела, больше чем у 90% людей улучшается качество жизни именно в связи с тем, что пропадает чувство голода, ускоряется прием пищи. И в случае, если у человека стоял назогастральный зонд, который доставлял больше неудобств, чем гастростом, он отмечает, что вот этот вот мешающий эффект установленного назогастрального зонда тоже пропадает. То есть люди и их родственники отмечают хорошие положительные эффекты после данной операции. Показаниями для установки чрезкожно-этоскопической гастростомы при БАС является снижение массы тела на 10% от того уровня, который был до болезни, по причине нарушенного глотания. Потому что масса тела у пациентов с БАС снижается, в том числе и из-за гиперметаболизма. Есть пациенты, у которых без нарушения функции глотания масса тела снижается. То есть здесь важно вот эту связку установить нарушенному глотанию со снижением массы тела. И второе показание именно к самой гастростомии является приближение жизни или емкости легких 50%. Почему мы об этом говорим? Потому что, во-первых, нарушение глотания по мере прогрессирования заболевания появится у подавляющего большинства пациентов с БАС. А в том случае, если жизненная емкость легких к тому моменту, когда появятся показания к гастростомии в связи с нарушенным глотанием, будет ниже 50%, то будут существенные риски самой операции. В связи с этим рекомендуется задуматься об установке гастростомы даже в том случае, если глотание более-менее сохранно, но жизненная емкость легких уже приближается к 50%, тогда мы ставим гастростомы условно чуть заранее, но зато находясь вот в так называемой зеленой зоне риска. Эти зоны риска до операции, которые выделяются, они разделены на три группы нашими зарубежными коллегами. Есть группа, условно, зеленая, у которой минимальное количество рисков, желтая и красная с максимальным количеством рисков, когда мы уже думаем о том, что операция слишком рискованная, и мы пациентам отказываем в ее проведении. Как определить этот риск? Вот есть несколько показателей. Все они связаны с дыханием, эти показатели. Это жизненная емкость легких более 50% должна быть. Пациент должен иметь способность пролежать 20 минут в горизонтальном положении на спине. Почему такой критерий? Поскольку пациенты с ослабленной диафрагмой, у них сложность в положении лежа, в этот момент увеличивается внутрибрюшное давление, и в связи с этим диафрагме сложно преодолевать сопротивление этого внутрибрюшного давления на вдохе, и дыхание значительно затрудняется у людей в положении горизонтально лежа на спине. Поэтому если человек может пролежать 20 минут горизонтально, это значит, что мышцы диафрагмы достаточно сильные, и это говорит о более низких рисках проведения данной манипуляции. Следующий показатель также связан с мышцами диафрагмы. Это жизнеемкость легких падает менее чем на 15% при принятии положения лежа. То есть тот же самый показатель. Мы измеряем жизнеемкость легких сидя, измеряем и лежа. Если разница больше, чем в 15%, то это тоже говорит о слабости мышц диафрагмы по тем же причинам, о которых я говорил выше. Сатурация в артериальной крови в спокойном состоянии выше 94% должна быть, и напряжение углекислого газа должно быть, соответственно, меньше 45%, и бикарбоната должно быть меньше 27 ммол на литр. Таким образом, данные показатели указывают на наличие или отсутствие нарушений дыхания и их выраженность. Если все эти показатели находятся в зеленой зоне, то мы говорим о низком риске операции, мы спокойно ее проводим. Если один из этих показателей отклонен от нормы, мы говорим о том, что пациент уже перешел в желтую группу среднего риска, и если появляются лабораторные признаки, в первую очередь повышения напряжения углекислого газа выше 45 мм, тут носа лба в артериальной крови, то тогда мы говорим о том, что у пациента высокий риск операции. Здесь в большинстве случаев таким пациентам мы в проведении операции отказываем. В редких случаях после долгого обсуждения с семьей и своим пациентом мы можем пойти на это, указав на то, что риск операционного вмешательства достаточно велик. И у нас действительно был опыт такой на начальных стадиях. Вот процесс установки гастростом нашим пациентам несколько лет назад был опыт, что пациенты действительно с грубо нарушенной функцией дыхания в течение их болезни может несколько ускоряться после операции. Но это нас не должно останавливать в случае с пациентами с нормальной функцией дыхания и должно нам говорить о том, что мы должны на более ранних этапах общаться с пациентом, рассказывать им о том, что такая процедура, возможность с ними случиться, они с этой мыслью в определенный момент свыкаются, и тогда мы можем своевременно обсудить с ними, с семьей, саму процедуру и провести ее в спокойном плановом порядке без дополнительных рисков. Еще какие есть ограничения, кроме проблем с дыханием, при проведении этой операции? Это крайнее истощение. Если пациент, допустим, в связи с нарушенным глотанием уже не ел несколько дней, такие пациенты, к сожалению, к нам поступают тоже, то риски крайне высокие в связи с водно-электролитными нарушениями, которые надо компенсировать как минимум перед проведением операции. Пожилой возраст, сопутствующие заболевания. Здесь комментарии, я думаю, не требуются. Антомические особенности, когда расположение желудка имеет определенные особенности или когда человек перенес какие-то операции ранее на брюшной полости. Выраженность слабой дыхательной мускулатуры, это я уже сказал. И использование неинвазивной вентиляции легких более 18 часов в сутки, это тоже является определенным ограничением. И также мы с этим сталкивались в своей практике. Это является, в общем, относительным противопоказанием для проведения чрезкожно-эндоскопической гастростамии. Ну и в заключение я хочу сказать, что сейчас нам в Минздрав поданы клинические рекомендации, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут утверждены. И там одним из критериев качества оказания помощи больным с боковым метрофическим склерозом будет своевременная установка чрезкожно-эндоскопической гастростомы, безусловно, после оценки всех показаний и противопоказаний. И здесь важно отметить, что это не является 100% обязательной процедурой, и во что бы то ни было эту гастростому надо поставить, поскольку она прописана в документах. Нет. Если у человека есть существенные противопоказания, которые могут привести к тому, что течение болезни ускорится в связи с этой операцией, то есть мы ухудшим его состояние, тогда надо использовать альтернативные методы доставки питания, а именно на загастральный зонд или внутривенное парентеральное питание.